Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Абсолютно не планировала снимать это видео, потому что не планировала показывать вам эти растения. Но так как у меня здесь зацвел кое-кто, не этот адениум, нет, то все-таки решила показать место, где растут у меня другие растения, не хои. И это не дома. Я как-то говорила, что часть растений у меня в другом месте. И вот это место и есть балкон, такой не застекленный. Я попробовала здесь выращивать растения в сезон. Пока полет более-менее нормальный, по крайней мере, намного лучше, чем в квартире. Не спрашивайте, как я их поливаю. Не говорите мне, что здесь ужас и кошмар. Это так не должно быть. Большая часть этих растений должна была расти уже давно в селе. У меня там специальные условия, у меня там построена специальная зимняя теплица. Но село в оккупации, а растения ждать не могут, они растут. И поэтому пришлось искать выход. И такой вариант понравился. То есть мне и растениям более-менее. И мы вот так вот растем. Сейчас я вам бегло покажу, кто здесь у меня есть. Что здесь грязно, тоже мне не пишите. Потому что я не могу просто здесь так, как в квартире, поддерживать в порядок. В общем, кому интересно, оставайтесь со мной. Кому не интересно, ну, смотрите другие мои видео. Прохой и прочие другие растения. Кстати, да, сейчас вам заодно покажу. Надеюсь, будет видно. Вот так выглядит Днепр. Наш Запорожье. Вот так вот он обмельчал. Ну, плоховато видно, но думаю, что разглядеть можно. Сейчас попробую приблизить. Вот такие вот отмели. Вот так это ужасно сейчас выглядит. Это центр города. Вот, а это у нас остров наш, Хортица. Вот, вот так вот это все дело. Теперь выглядит печально. Вот такие вот отмели. Кажется, прям вообще пешком можно перейти. Ну, ладно, возвращаемся к растениям. Вот, и сейчас вам покажу, кто же здесь растет. Так, ну, вот это у меня помидорные деревья мои. Вот, это, как вы уже увидели, мои аденюмы. Они здесь, наконец-то, начали приходить в себя, в бутонах. Листья были тут ужасные, страшные. Теперь, наконец-то, они уже набирают свой формат, как положено вообще. И листьевые, и ствола. Это у меня отбивают мои цитрусы. А тут вот кумковаты. Вот, там есть там еще лимон. Это у меня зацветает, может, кто не знает, что это. Это черемоя, называется растение. Очень вкусно я его кушала. И купила уже растение сортовое. Вот тут даже. Вот это цветочки, кстати. Вот бутончики, которые я показываю. Вот эти штучки эти. Ой, вот эти вот. Это бутоны. Не знаю, как пойдет им дальше. Что-то зацветет. Переополится или нет. Нужен ли второй экземпляр. В общем, посмотрим. Она у меня, бедненькая, мучилась. Вот. Зимой стояла там почти без света. Тут она наконец начала жевать. То есть я листья сбросила. Так. А здесь у меня инжиры. Вот это вот маленькие инжиры. Да, да. Вот так вот я тут летаю практически. Для того, чтобы поливать и вам показать. Так. Так этот перец. Вот тут вот. Видите, плодик. Это перец, который прошлогодний. То есть в прошлом году осенью его срезали. И он не пропал. Он перезимовал. И вот выдал уже новый плод. Поэтому, ну, чтобы, может кто не знает. Перец и помидоры это не однолетние растения, как мы привыкли. А, ну, можно сказать, многолетние даже. Двухлетние точно. Так. Здесь у меня декоративная клубника. Вот такая вот. Цветочек такой. И она ампельная. Вот такие вот. Вот она усики пускает с деточками. Вот. И эти деточки уже, ой, не знаю. Наверное, не видно. В общем, там уже бутончик. Она будет вот так вот свести. Классная штучка такая. Так. А здесь у меня есть разбудная такая красивая пеларгония. Надеюсь, меня слышно. Вот такая красоточка. Надеюсь, что-то видно. Ой, по-моему, это блоссом называется. Если я ошибаюсь, поправьте. Но она очень крутая. В других у меня нет пеларгоний. Кстати, вот эти вот на листиках, это обработка. Я тут увидела на перце старом клеща. Поэтому обрабатывала все. А сейчас уже удобрение. Это еще раз побрызгала. Ну, обрабатывала давно, я имею в виду. Так. Это у меня инжир. В прошлом году был уже инжир. Вон, видите, маленький инжир. Вот один куст у меня большой, вот второй куст большой. В прошлом году этот инжир у меня стоял дома за окном. Просто за окном. Я живу на первом этаже. У меня там решетка. Короче, я за решеткой стоял. И мы кушали инжир. Очень понравился. Видите уже, какие большие. Это, ой, что-то из них фиги, что-то бребы. Короче, вот это вот одно фига или бреба, а вот это другое. Это типа почки завязаны в прошлом году, в этом году. В общем, первый урожай, второй урожай. В общем, дело в том, что он очень классно растет в контейнере. Мне понравился. Вот такой красавчик он. Это второй куст. Они одинаковые. Вот этот куст и второй. Вот. И я их решила вот здесь вот оставить на балконе. Тут балкон, конечно, блин, на семи ветрах. Вот эти вот щели. Это все будем делать. То есть, если на осень ничего не изменится, вот, то мы здесь будем, ну, я планирую здесь заделать, короче, швы и сделать такое хотя бы временное остекление балкона. В общем, ну, а на зиму, конечно, они переедут сюда в квартиру. Так, вот здесь у меня помидор, который я думала, он карликовый. В итоге, блин, посадила. Вот такая хрень, штука выросла. Ну, уже ладно. В общем, он тут мне всех прикрывает от света, от солнца. Ну, в общем, пока так. Вот тут у меня, вон, видите, уже наконец-то маленькие помидорчики. Дома у меня намного больше за окном помидорчиков. Так, это плюмерия. Очень поздно проснулась в этом году. Здесь не цветет, но в Букинвилле я обязательно покажу, когда зацветет. Вот, там у меня всякие кактусы, опунции, вот такие вот россыпи. Господи, как там еще хавортии, алоэ. В общем, там они все спрятанные. Ну, ничего, короче, в тесноте, да не в обиде. Вот, сейчас вам в другую сторону покажу и тот момент, ради которого вообще решила записать это видео. Ну, вот так вот балкон выглядит с другой стороны. Вот это у меня лианы. Здесь три или четыре вида пассифлор. Это и съедобные, и просто декоративные лианы. Я в шорте показывала уже цветочек одной из пассифлоры. Ну, тут Роланд. Сейчас, к сожалению, вот засохли. Вон они все завяли. И нет ни одного свежего цветочка показать. Ну, в общем, когда зацветут, и когда плоды, может быть, будут, обязательно все покажу, если будет интересно. Так, вот так выглядит мой банан. Наконец-то, мой красавчик, наконец-то он пошел в рост. Вот такие у нас красивые листья. Видите, какие страшненькие вам были? А вот это уже прям красота. Причем это банан, я его когда-то привезла, пару лет назад уже, у меня так мучился. Я его привезла из Турции, в Тимодане. Ну, да, это до войны было. Вот, так, здесь у меня тоже цитрусовые приходят в себя. Это бругмансия, это будет цвести колоколами. Я тоже обязательно покажу, или в видео, или в шортс. Там у меня еще пальмы вот эти. Господи, я не... Вот одна пальма, это семечек. Тут еще есть одна пальма. Где-то тут пальмы. Циперусы. В общем, короче, у меня тут что хочешь. Тоже еще инжир есть. Ну, и то, ради чего я это видео хотела вам заснять. Вот, это вот эта красота. Если кто не знает, это фейхоа. Вот такая вот. Вот такие цветочки у него. И... К моему удивлению, действительно, это правда. Я читала просто, что лепестки, вот эти вот беленькие лепестки, они сладкие. Ну, я, короче, попробовала. Потому что здесь я не опрыскивала химикатами. В общем, короче, попробовала. Они действительно сладкие. Обалдеть просто. Такая красота цветет. И я не знаю, покупала как самоопыляемый сорт. Будем надеяться, что какие-то плодики получим. Вот. Ну, опять же, о результатах сообщу. Так, что еще? Да, вот это я говорила. Это помидорное дерево. Это тамарила называется. Ну, это, короче, из черенков сейчас они растут. Еще у меня плодов не было. Очень надеюсь. Вот. Здесь еще даже фасоль растет. Ну, вот попала семечка фасоли. Вот она тоже плетется. А вот эти пассифлоры вот так вот все заплели. Так, надеюсь, что это красивое. Ну, на результат какой-то плодики там. Вот. Так, ну, вот еще раз. Фэйхоа. Красавчик такой. Да, денюм он тут очень хорошо, потому что здесь южная сторона. Так, и тут еще один помидор. Вернее, один. Тут три куста помидора. И вот сейчас даже покажу, какие плоды уже. Вот смотрите, какие плоды у меня здесь. О, видите? И он не один. Там он еще есть. Вон, видите? В общем, короче, огород. У меня это огород на подоконнике, огород на балконе. В общем, вот так вот. Ну, и, как я сказала, денюмы здесь начали оживать. Потому что я их очень долго спасала от клещей. Нет, не от клещей. Учистого червеца. Клещей на них не было. Это я обманываю вас. Вот. Вот, кстати, тот, который мне сейчас зацветает. Который я показывала. Сейчас покажу вам, какой у него каудекс. О, такой монстр у меня, да? Вообще, я самый большой. Был еще один такой же огромный. Он пропал. Вот. Ну, листья, вот я же говорю, страшные. Уже начинают отрастать хорошенькие. Вот, видите? Вот тут новые листики. Уже совсем красивые. Вот. Где цветет, там не растут еще листики. А так вот начинают расти. Вот. Наконец-то им стало хорошо здесь. Я так этому рада. Очень рада. Ну, вот так. А, здесь мои суккуленты. Да, мне еще суккуленты еще... Вот я в квартиру там занесла, потому что здесь не помещались. В общем, короче, как-то так. Вот такой мини-обзор. Вот. Такой обзорчик. Ну, в общем, надеюсь, кому-то было интересно. Все. Заканчиваю видео на своем опять фейхоа. Всем спасибо за просмотр. Скорейшем, победы. До встречи в новом видео. До встречи в новом видео.